Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то наступила пора, когда наросло много томатов и мы дошли до самой интересной процедуры. Это дегустация. Вот сегодня я сняла томаты Настенька и Демидов. Буду их дегустировать и делиться с вами своим впечатлением от этих томатов. Вот они эти два сорта, я уже делала видео обзор, они чем-то похожи. Видите, они оба такого розового цвета. Настенька чуть покрупнее и вытянутой формы. У нее как характеристика такая, что она немного вытянутой, как сердцевидной. Ну не совсем сердцевидной, просто вытянутой. А Демидов более стандартный. Но они оба подходят, эти сорта, для получения раннего урожая. Если вы на будущий год захотите получить вот так вот пораньше, в начале июля обильный вот такой урожай, то вам нужно выбирать именно такие сорта с толстыми стволами, детерминатные, которые очень быстро завершают формирование куста, очень быстро наливаются у них кисти и зреют томаты. У них все немного как в ускоренном. Они среднеспелые, но ближе к ранним. Я уже рассказывала, что оба эти сорта, они в одинаковых условиях у меня выращивались и вместе в одинаковых условиях с одной скоростью они отдали мне урожай. Но они немного разные. Вы видите и по форме. Этот мельче, этот покрупнее. Начну я дегустацию с Настеньки и вот все дальнейшее я буду говорить именно о ней. Тот, кто не видел видеообзор из теплицы мой, я вам повторю, что это сорт очень неприхотливый. Его можно не посынковать. Подвязывать нужно, потому что плоды крупные. Но он сам вершкуется, сорт детерминатный. Не надо его прищипывать. Просто посадите, будете ухаживать. Можно выращивать с посынкованием, но только для того, чтобы укрупнились плоды. Производители семян заявляют, что плоды крупные, до 300. Конечно, нижняя кисть, вот сейчас я вам покажу. На нижней кисти томатики побольше. 255 граммов. Но первые мы уже, я показывала, разрезала. 250-260, верхние кисти чуть побольше, но для вот такого раннего урожая вес 250 грамм, это очень хороший вес. Если учитывать, что это детерминатное, низкорослое растение, не требующее, но практически ухода. Я ее только поливала, подвязала немного все. Вот она дала мне урожай. Теперь я ее дегустирую. Ну, ясно, что для дегустации мы всегда выбираем самый спелый плод. Вот у меня тут есть, как немного недозрелый. Такие, если вы хотите понять, какой действительно на вкус томат, выбирать нужно самый-самый спелый плод. Вот так как у меня всего одна рука свободна, я заранее его разрезала и, конечно, уже продегустировала. И могу вам сказать, что томаты сладкие, никакой нотки кислинки нет. Ярко выраженный томатный вкус. Сочные сладкие томаты. Совсем такие же, одинаковые, как индетерминантные, которые мы получаем в конце сезона. Так что, если кто-то хочет получить ранний урожай, но крупные, сочные и вкусные томаты, то сорт Настенька вам идеально подойдет. Потому что индетерминантные и крупноплодные обычно у нас бывают очень поздно. Даже в теплице спелых плодов еще нет у меня. А вот эти уже поспели. Вот, мы продегустировали сорт Настенька, и я вам, ну как, можете поверить мне на слово, потом попробую эти у себя. Если брать спелый томат, то сладкий, вкусный томат. Но эти поспели у меня в теплице. Я не буду спорить, что если в открытом грунте, при неблагоприятных условиях, в холодном климате, может быть, они будут немного с кислинкой. Но единственное, всем советую, что дожидаться до полного возревания плода, не надо срывать бурые, бурые томаты всегда кислят. Все. Кто хочет приобрести этот сорт Настенька, он у меня есть в каталоге, есть на странице в Одноклассниках, статья с подробным описанием, как его выращивать, урожайность, а, да, кстати, урожайность 9-12 килограммов с квадратного метра. И она, как то, что заявляет производитель, это подтверждается. Сорт очень урожайный. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, набирайте Ольгу Чернова, город Биск, Алтайский край. Там все мои статьи. Если добавитесь в друзья, будете получать все рассылкой. Все свои фото, все статьи и видеоматериалы я высылаю в тот же день, когда снимаю и пишу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok